очагов тв представляет добрый вечер ну да ну да а вы откуда я из калифорнии калифорния а что за город лос-анджелес нет нет я сейчас недалеко от франциска короче маленький городок ты не знаешь почему переехали из россии в таиланд уехал да ну и из грузии вообще но ты сам русский ну да ты вначале уехал в грузию или ты родился в грузии ну нет последнее время просто находился в грузии родился я конечно же в россии а ты в грузии уехал когда мобилизация началась нет ну да а потом в таиланд да ну прикольно слушай чем ты зарабатываешь ну и не магазин электроники свой продавите или у тебя онлайн нет россии в россии россии а у тебя там работают люди да 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 ты контролируешь через ну так сказать у меня есть один родственник который помогает мне так скажем легче осуществлять надзор вот всем как бы человек которому я точно доверяю вот так да поэтому мне да легко в принципе ну прикольно слушай а с электроникой не тяжелее стало после того как запретили там санкции и так далее чем ты торгуешь конкретно ноутбуками дронами ну конечно тяжелее стал потому что ну блин там в общем если вкратце то сейчас все идет через казахстан сейчас новые логистические пути открываются через таджикистан еще напрямую в россию у нас просто еще проблема в том что таможня очень жестила в россии у нас таможня в двадцать втором году не получила там несколько миллиардов в казну как бы из из-за этого они стали останавливать каждую посылку вообще каждую это опять проблемой это растаможить там дать взятку с тем договориться в общем гема в казахстане в принципе то же самое просто сейчас там на важное тоже эти казахи дерут бабки это можно в принципе если вы через казахстан это делать значит появилась звено еще одно значит твой товар на выходе стал соответственно заметно дороже правильно потребитель ну да да но еще долго в общем много всего да конечно это же нужно чтобы человек казахстане принял посылку отправился деком в россию как бы ну фактически путь усложняется конечно как ты видишь будучи от своего бизнеса вот вот в этих динамично меняющихся обстоятельствах ну как бы в этой сложной ситуации я нашел выход как доставлять собственно товар я кстати из америки товар это еще если что а серьезно каким образом ну купая в америке продаю россии ну а как в россию может попасть товар ну он отправляется до казахстан а потом почтой а что ты дроны в америке покупаешь да типа maverick 2 maverick 3 вот эти да ну да джи мавик 3 r2s там ком мини комбо там какой-нибудь комбо комбо это ты имеешь ввиду дорогой вот это 14 тысяч долларов не такие профессиональные не вожу я вожу такие маленькие комбо но подразумевается что там в комплекте еще идут некоторые детали комбо это просто расширение названия просто да 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 я недавно с одним дроном познакомился ну теоретически там тоже был вариант комбо он стоил 14 тысяч долларов но это это уже прям профессиональные он будет то такого размера огромного и там звук от него кошмар вообще так зато вот такую гранату ну да да и кидает прямо в окоп на оккупантов ну да ну то представьте если его разобьют если его собьют это сразу минус там 10 тысяч долларов плюс это поэтому они используют ты представляешь себе он он летит на той высоте что стрелковым оружием ты его не возьмешь ну стрелковым нет но возможно какой-то другой техникой вас обид как ракеты как ракеты блин да он не заметил вообще туда вот такой вот его не радар не берет ничего никак не берет города есть никак не берет города нет у него них есть какие-то системы которые детектят их в небе есть но слушай зато он делает большие дела ну большие тела да но в основном все берут маленькие слушай а сколько ты платишь за съем это самое жилья на фукетте где-то 800 долларов ты платишь 800 только только за съем жилья да большое жилья получается да нет небольшое что а сколько они 800 не сейчас расскажу ситуацию сейчас я просто вот конкретно за нашу посмотрю но видите ли здесь в чем проблема значит умные русские при которые приехали сюда 3-4 месяца назад что они сделали они арендовали вообще практически все жилья на фукете все доступны и пересдают в два-три раза дороже то есть вот эта квартира в которой живу его ее сейчас пересдают и покупают за полторы тысячи долларов люди здесь снимают даже не за полторы вот здесь есть человек который снял такую же квартиру за 2000 долларов в месяц обалдеть а чё ты а чё ты не поешь какую-нибудь паттайю которая дешевле там в два раза блин хороший вопрос потому что не знаю потому что на фукете мы приехали мне здесь как бы нравится и все такое но экономить я как бы не умею я стараюсь экономить у меня не особо получается это зависит от твоего дохода если у тебя высокий реальный доход то если можете позволить конечно сколько у вас напитать женой живешь да там да с девушкой ну неважно сколько у вас на питание на двоих уходит в месяц еще полторы где-то макс да ну нафиг это все все было я не знаю насколько дешевле чем вы сейчас говорите еда была разница змея было копейки я помню там была такая вот в ряд рестораны и на русском языке там прям подряд ну вот наверное сейчас тоже да вот где вот это весь отрав русский весь отрав русский сифуд там креветки и так далее вот такое блюдо риса вот такое вот креветками правда с мелкими но с огромным количеством креветок стоило 1 доллар это было это было счастлива скажу даже год это был 2005 год ну знаете здесь в ресторанах в кафешках очень заметно цены выросли потому что сейчас такой спрос просто на все как бы когда вот был ковид ковид даже когда закончился да вот ты выходишь с аэропорта да там нужно уехать на такси у них там стоит такая вы на пхукете были да да на пхукете я был в банкоке был на пхукете вот да ну вот на пхукете когда ты выходишь из аэропорта там получается если ты ну 2005 год наверное там уже не вызвать такси но сейчас в общем вызвать такси не получается тебе нужно пройти пешком какое-то там расстояние километр чтобы ты мог сесть в машину если ты вызываешь такси но здесь болт ну типа кубер вот и когда ты выходишь из аэропорта там стоит такая стоечка типа такси такси раньше даже пару месяцев назад тебе подбегали давай такси туда-сюда давай поедем сейчас ты подходишь на те вообще пофиг на тебя вообще всем кофиг но столько тысяч бат поедешь нет нет все ладно давай но они здесь уже привыкли что здесь такой поток туристов россияне россияне разбаловали тайцев очень разбаловали а ты а ты связываешь это именно с бегством от мобилизации да вот или или с чем-то еще ну во первых или в целом в целом в бегом из страны из россии в связи с обстоятельствами это тоже это тоже это тоже значительный вклад носит но просто еще был ковид люди не особо никуда не выезжали вот ковид закончился в таиланд открылся не ковид ковидный тест ничего сдавать не нужно прививка не нужна и все туристы поехали сюда это да и визу без этот как он называется безвизовый въезд до увеличить до 45 дней он был 30 сейчас он 45 и в том числе очень много от мобилизации знаю зачем они мне это говорят с каким-то чуваком не оштрафовал там мент чувак мне что-то говорит что мне тоже первое что штрафовали типа ты давно здесь играют да нет да я тоже вот только недавно типа сбежал от армии да здесь таких тоже очень много классное место райский уголок такой от мобилизации но вообще да но все равно настораживает потому что остров действительно стал русский но везде русская речь вот абсолютно везде вот как будто какая-то деревня не сочи здесь армян нету слава богу но какая-то вот южная точка в россии какая-то деревушка короче пукет стал паттайей но паттайя это это абсолютно русский курорт давным-давно причем российские паттайя там просто одни россияне пукет когда я был там было очень немного россиян и они так лютились я жил там шикарно вот они там это самое а сейчас захватили до такой контраст реально ну такой поднапрягает везде вот русский вид на типа как будто ты не уезжал никуда и все такие знаете они все таки ну такой коттенгел приехал то есть с которыми очень хочется общаться вот так вот можно сказать вот все таки полубедлосы в основном ну очень много но в чем это выражается да это понятно типа каждый там типа пытается нажиться на русский русские пытается нажиться на русском это вот все это вот пьяная речь там ну короче откуда у людей ладно у тебя свой бизнес я понимаю откуда у людей из россии достаточно денег чтобы жить причем за ты мне сейчас озвучил это очень большие деньги в месяц расходов откуда у людей хороший вопрос ну даже не знаю они наверно снимают здесь жилье недорогое она там где-то в отдаленных районах сколько там можно снять долларов за 200 можно снять ну да типа какой-то полусарая будет полукомнатка такая которую мы смотрели кстати мы здесь смотрели одно жилье там реально просто белые стены какая-то кровать непонятно стоит тумбочка как бы и все вот как бы вот так наверное просто где они берут эти деньги работать особо на пукете я так понимаю нету нельзя ну да здесь и нельзя да здесь нужно ворк перемен получать что ты не имеешь права работать да нет тебя депортируют депортируют посадят в тюрьму да некоторое время депортируют на пять лет блэк лист добавит еще прикольно а вот и кстати встречал одного такого чувака мы сидели канабис баре но я сидел чувак прибежал туда гайта я типа ведущий тоже сидит курит косяга я типа ведущий типа приехали менты а уно там какое-то мероприятие я побежал в лес они побежали за мной там какой-то тупик в лесу был он остановился лет ладно давайте его там повязали надели наручники мы давайте договоримся никто с ними хотел договариваться и вот отвезли в отделение и ему как-то там удалось договориться он кстати здесь живет далеко далеко от нас живет кстати ему удалось договориться он заплатил 50 тысяч бат чтобы ему нужно выехать из страны и заехать обратно его типа с базы там удалят это сколько 50 тысяч бат это сколько долларов ну тысячи полторы наверное сейчас скажу полторы тысяч долларов да взятку он удалось ему дать что разрешено или запрещено курить каннабис таиланде а здесь все да здесь уже легалай здесь разрешено на здесь если за что его поймали я так и не понял потому что него в кроме то не было из-за этого он вел мероприятие без разрешения каннабис да у нас в калифорнии тоже можно ну да я в курсе ну здесь это же относительно недавно просто сделали если вы сейчас приедете вы удивитесь насколько здесь много этих кофешопов то есть ты можно идти по улице будет 10 кофешопов один продуктовый кого-то просто везде а туристы до тех пор со всего мира приезжают как и раньше или нет да да европа там пасется да там нет европа со скандинавии очень много здесь приезжают я не знаю почему и кто-то ценит швеция норвегия ну да он тоже любит видите пукет потому что американцев там не много ну да я редко встречал еще очень много китайцам понятно это же рядышком да интересно ну и чё какие у тебя планы возвращаться в россию не возвращаться что ты думаешь что будет с россией как как ты себя видишь вот как ты себя связываешь свое будущее с россией ну блин если честно я не особо понимаю как могу связать свое будущее с россией сейчас я не знаю мы сейчас у нас виза получается еще до мая но я планировал в мае приехать там на месяц увидеться там с родственниками там друзьями и уехать обратно наверное куда-то в другую там или в индонезию поехать что будет россии даже не знаю нужно подождать сколько нужно еще сутки подождать там посмотрим что будет ты имеешь ввиду до путинского обращения к федеральному собранию или до чего подождать сутки да именно до этого потому что ну и там еще вроде как байден приезжает в польшу у него там будет какое-то обращение и у нас знаете что у нас здесь на некоторых билбордах в москве там такие патриотические вывески и и такие взрывы там похоже на ядерную бомбу взрывается то есть в москве там типа мы вместе там сила что-то вот такой вот преддвери к этому знаю что будет в россии давно ходят вот эти вот уже ну веяния так сказать это да ну да а вы откуда вообще я из калифорнии нет а там родились нет 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 я родился в россии тоже россии но я но я двадцать пять лет уже в калифорнии живу скоро будет 25 лет с паспортом уже да ну конечно с паспортом 5 лет на естественно но это круто давайте удачи вам тогда побегу я к дальше давайте давайте вы знаете очень мне лично было очень интересно я на самом деле был на пукете вот как я сказал по моему 2005 или 2004 2005 я точно не помню наверно наверно все-таки 5 вот я там был долго две недели перед этим я был банкоке пукет я это остров тайландский тайский я его так хорошо изучил он относительно небольшой но как большой я его изъездил вдоль и вперед на две недели все что можно было там все возможные экскурсии так далее я люблю вот и там очень самобытная жизнь и мне было реально очень интересно узнать особенно в связи тем что сейчас творится в россии смотрите я не знал что россияне оказывается массово не просто в казахстан да а на пукет убежали а ведь этот убежал в начале он не через казахстан а он через грузию ну слушайте что я ему что я могу сказать молодец то что он я не знаю его отношение к этому всему конечно может быть конечно там крымнашист какой-то этого я не знаю но то что он по крайней мере убежал от мобилизации и моей точки зрения он как бы не очень жалует вот эти все имперско-захватнические идеи российские в этом плане я его поддержку и опять же было бы большинство людей вот таких как он не было бы этой войны не было бы захвата крым не было бы захвата донбасса и соответственно не было бы вот этого ужаса который сейчас творит россии если вы со мной не согласны напишите что вы думаете по этому поводу это очень интересно и кто был кстати на пукете кто был таиланде напишите тоже мне интересно мнение людей которые там были особенно может быть недавно это очень интересно а Субтитры подогнал «Симон»